Закончил, что-то мы, вот все понятно, а вот про что хотел сказать в конце игры не полный. А вот вопрос, есть ли в сервисах услуги заполнения профиля стартапа? Собственно четвергин. Есть, это ментор, ментор. И ментор. Ментор это вот, ментор, этот ментор это человек, который вам помогает заполнить профиль стартапа. Он вообще и по экрану, а ты кстати про экраны сказал? Блин, здесь бы было кстати сказать про экраны. Вот смотри, ну я понятно объяснил? Понятно? Понятно. Сделай пожалуйста, чтобы он у тебя засыпать начинал через час, а не через 10 минут. Денис, я бы переписал, ну то есть знаешь, я бы что по-другому сделал? Я бы клиента не стал включать в круг целостности капитана. Снаружи? Вот точка, в которой круг целостности клиента и круг целостности капитана соприкасаются. И точка перехода, и в ней довольный клиент. Вот это вот так должно быть? Ну то есть он довольный клиент вне самореализации капитана? Вне самореализации. Это его выбор, быть довольным или недовольным. Но точка, в которой получены деньги, благодарственное письмо и подписаны документы. То есть вот эта точка? Вот эта точка, а дальше идет круг ответственности. У меня еще такой вопрос был, но он такой. Излида в сделку, конверсия 5% это понятно. Из сделки 5% довольных клиентов это как называется? А кто тебе сказал, что конверсия, там есть конверсия? Там должна быть конверсия 100%. Это идеально производство. Ну идеально производство. Я понимаю. Но ты смеешься. Я смею. Ну да. Ну то есть как бы, конечно, в производство конверсии должна быть 100%. То есть если здесь отдел продаж, нормальная конверсия, это там 5-10%, мы это просто понимаем. То есть как бы, если здесь количество, которых пришло, как количество клиентов, которых у нас в принципе сюда зашло, это может быть, ну то есть здесь на самом деле воронка продаж, то есть внутри. Это воронка продаж, которая складывается из-за того, сколько наше объявление увидело человек, то есть увидело, увидело. Дальше сколько нажало, сколько зашло на сайт, зашло, зашло. И третье, соответственно, это сколько из тех, кто зашли, стали. Так вот, Денис, смотри, вот этот клиент, он по сути перекатывается вот через этот круг ответственности. Он плавно-плавно этот клиент перекатывается по округу ответственности. Внутри. Ну да, внутри. Он не внутри, а по краю. Катается по краю. Клиент, он не загружается, как колобок. Да, по золотой каемочке он катается, короче, по блюдечку. Клиент же, он же не заходит в круг целостности капитана. Ну, это чисто философский спор. Это же как бы это самое. У меня к тебе вопрос. В чем здесь круг целостности сибирской артели? Целостности сибирской артели? Самой сибирской артели. Самой сибирской артели. Ну, ты же понимаешь. Ты, значит, взорвай Дениса. Целостность сибирской артели. Смотри. Это получается так. Я по большому счету хочу спросить, для чего нужна сибирская артель? Я тебе хоть хочешь, я тебе расскажу. Давайте запишем. Давай запишем. Потому что у меня сейчас... Ты включи только этот Денис таким образом, чтобы он не выключался. В голову. Вот действительно сейчас поставь... Будем задавать Денису вопрос, а он пусть отвечает на камеру. На засыпание, да. Чтобы он через час засыпал. Протроллим Денису. У него через 10 минут. Так, сейчас. Потому что он у тебя минут через здесь, по-моему, засыпать начинает. Сейчас. Без подзарядки. Сейчас. Потому что меня сейчас догнало с нашим вчерашним разговором кое-что. Да, сейчас. Меня периодически догоняет. Я чем больше про все это думаю. Так. Экономия энергии. Рабочий стол и заставка. Заставка. Скорее я бы сказал, что там экономия энергии где-то там. Что, нормально или нет? Ну, все. Приход к засыпанию. Спящий режим или как-то вот. Рабочий стол и заставок должен называться. Я не знаю, как это называется. Ну, какие-то информации очень много. Где продажа исламный будет. И это причем по двума и бизнеса будет. Вот это не дегенерация. У меня это как раз просто не хватало. Ну, раз, как раз, команда Мишкова сформировалась. У нас как раз, команда Мишкова сформировалась. Кто поток целевых звонков создает. Так, на самом деле, вот потом каждый из этих вот... Скажите, вот мне сейчас слова... Нам важно выбрать одни слова, которые потом уже не поменяются. Но слова, которые потом не поменяются. Маркетинговая команда. Вот так называть первый отдел нормальный? То есть называть его маркетинговая команда, отдел продаж и производства. Отдел продаж, оставляем, отдел продаж. Если мы это записываем... Ну, да, я сейчас и пытаюсь понять, что то, что мы сейчас решим, я это запишу уже... Ну, это будет понятие, которое уже устоявшим... Маркетинговый пул! Ну, всё-таки, команда, понятно. Мне команда вообще прям нравится. Маркетинговая команда, потому что она там... Оно легло, и меня не вызывает отторжения. Не вызывает. Отдел продаж, оставляем отдел продаж. Отдел продаж. Всё равно отдел продаж. Всё равно отдел продаж. То есть не просто продажа, а именно отдел продаж. Да. То есть как бы там ни было, есть отделы, нет отделов, у нас других отделов нет, но у нас мы все равно назовем отдел продаж и производство, то есть понятно, маркетинговая команда, отдел продаж и производство. Да, Денис, какая-то просьба еще такая большая. Единственное, что я просто по своему ощущению, когда ты говоришь, что круг самореализации совпадает с кругом ответственности, они сами по себе еще понятия прилили, не для всех понятный день. Для тебя, в том числе, для самого, как и проводить. Нет, я это как раз понимаю. Это нужно сначала сделать запрос. Вот в том-то и дело это сложно, и это прям вот меня лично сразу, как ты это говоришь, у меня быщ сразу. Вот сложная довольно фраза. Про что? Видишь? Про круг самореализации, про западение кругов. Я смотри, какой здесь важный, важный, важный момент, очень важный момент. Обычно, что делает капитан? Он приходит и говорит, иди делай вот так. То есть он вмешивается в круг ответственности. А когда он становится кругом самореализации? Когда человек сам думает, что надо сделать, сам принимает решение и сам берет на себя ответственность. Он не превращается в исполнителя. Вот что важно. Соответственно, капитан отвечает целостностью за все. Давай, давай я сейчас скажу об этом. Проговори, вот, просто про круг ответственности, про круг самореализации, коротко тогда, и почему не допустим.